Приветствую вас, прочитал вопрос, прочитал ответ коллеги и не вступая с ним в спор, не оставивая его ответ, я хотел бы поделиться с вами своим мнением по поводу вашего вопроса. На мой взгляд, эффективность рекламных акций товара, любого товара, это всегда социальная психология, это всегда направленность на определенную социальную группу людей. И в зависимости от целевой аудитории, в зависимости от того, на какую социальную группу ориентирован по большому счету товар, то есть, кто будет покупателем товара в конечном итоге, вот представление о себе, именно психологического портрета покупателя, то есть, кто в итоге купит мой товар, каким должен быть человек, который купит мой товар, да, вот. Это является, на мой взгляд, главным, потому что воздействие, метод воздействия акции, он может быть очень правильным, очень грамотным. Но если социальная группа, на которую он воздействует, не изучена должным образом, то акция не достигнет своих результатов. И, исходя из этого, мне кажется, что вариант 3, описать одну акцию и разделить целевую аудиторию по гендерному типу, либо по степени заинтересованности, является самым, на мой взгляд, ключевым моментом. То есть, если мы не знаем целевую аудиторию, если мы не знаем людей, которым мы все это продаем, то мы никогда им ничего не продадим, потому что мы не знаем их особенностей, мы не знаем их потребностей, мы не знаем то, что им, как бы, ну, то, что им дозволено, то, что им пассиво. Понимаете? То есть, рекламная акция должна быть еще и такая, чтобы она упирала на то, что людям, например, действительно важно. Если ты, например, заливая аудитория акции, это хозяйственные товары, то здесь количество товаров, наверное, важнее. И рекламная акция актуальна будет не в плане снижения цены, допустим, за один экземпляр товара, а, скажем, за, ну, классическое, да, два по цене одного, или, там, купишь два товара, третий подарок и так далее. То есть, вот такое, если мы говорим про хозяйственные товары, которые нужны всем. Если мы говорим про более такие вот товары другого типа, воцелены на другую аудиторию, на аудиторию в другой сфере, например, на аудиторию среднего класса, ну, сколько бы, сколько бы, начислено нам не было бы, вот. И так далее, соответственно, важно именно снижение цены на определенный товар. Вы понимаете, в чем дело? Например, хозяйка, она увидит, что просто скидка на экземпляр товара, да, она купит один, она не купит второй. И здесь тоже важно понять, какую прибыль вы хотите получить сам. То есть, хотите ли вы продать товаров побольше, или вы хотите получить прибыль побольше, то есть, если все нужно отталкиваться от этого. Но я вам повторяю, что для хозяйки важнее купить побольше, чтобы было побольше, чтобы был запас и так далее. И если вы то же самое, например, делаете с другой аудиторией, то как бы грамотно вы ни писали, как бы вы красиво все ни представили, эта с другой аудиторией может не сработать. Об этом я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...